Так, всем здорова! Решил на девятой поставить европанельку. Так, ну в принципе, в чем сложности? Сложности подключения всяких датчиков есть. Также установку зажигания. В принципе, это не очень сложно. Если все знать, можно быстро все поставить за день. Может быть, два, если не спеша. Так, ну в принципе, первым основом. Вынимаем всю старую проводку. В принципе, снимаем панель сначала. Выдергиваем проводку всю старую. Вот из этого места, сейчас доберемся. Вот это вот место, это блок предохранителей. Вот эти четыре провода мы выдергиваем. Всю проводку с корнем нахрен выкидываем. Вот. Потом вставляем ее сюда же, новую уже. Накидываем. Накидываем. Просто накидываем. Тут, в принципе, все понятно. Куда какие эти самые штекеры вставлять, вы поймете. Вот. Сложность в зажигании. Так, светик, светик, светик. Сложность в зажигании. Тут будет две релешки. Вот такие вот. Первое. Тут будет коричневый черный провод идти. Сюда просто реле четырехконтактное фигачиваем. А есть второе реле. Тут два силовых провода. Они идут, получается, на стартер. Тут делаем перемычку. Из обычного провода две папы фигачим. И хреначим прямо в эту клемму. Вот. То есть, вот этот контакт и вот эти два толстых провода мы соединяем. Без этого они будут заводиться. Дальше. Про замок зажигания. В любом случае придется, чтобы не ебаться, заказывать сразу или покупать в магазине. Замок нового образца десяточки. В сборе покупайте. Не вот, блядь, не вот такую вот хуйню сейчас покажу. Не вот эту хуйню просто, вот эту, блядь. Потому что мы ебались, ебались, не могли ее поставить. Покупайте сразу в сборе. Просто фишечка втыкается. И все, в принципе, работает. Вот. Включаем зажигание. Лампочка чекает. Чека горит. Больше лампочек не работают, походу, остальные. Сразу температура видна. Минус сорок за бортом у нас. Так. Пробег, там все дела. Типа, вот, я сразу подключил. Чего будет у вас не работать? Это указатель бензина. Потом тахометр не будет работать. И спидометр не будет работать. Сейчас покажу. У меня все работает. Вот, поворачиваем ключ. Вот, тахометр работает, бронетопливо работает. Так, сплять. Как это сделать? Сначала идем к уровню топлива. Нужно будет найти косу, которая идет у нас в жопу нашей малышки. Вот она. Отсюда видим розовый провод. Он такой единственный идет. Вот он. Вот он. Вырезаем его. Отрезаем. И подключаем напрямую в приборку. В приборку мы подключаем. Сейчас скажу куда. Такс. Сюда у нас тахометр должен привязываться. Фу. Так. Вот он идет. Вот сюда приходит. Тут у вас будет два розовых провода. Сейчас достанем. Вот клеммка. Тут вот два розовых провода приходит. Нужно на любой из них запитаться. В принципе, похрен на какой. Я пытался на оба сразу, но потом решил, что это нецелесообразно. И запитался на один. Он входит у нас вот в этот вот контакт. Как считать их ЕХЗ? Ну, короче, если вот так фишку держать, то третий вот тут вот. Если вот этот, конечно, не считать. Вот. Про тахометр. Тахометр у нас впихается вот в такой вот коричневый провод. Он идет у нас из белой колодки. Вот он. То есть, если считать от этого контактика, вот этого, самого левого, блядь, отбитого, то раз, два и три. Вот сюда вот. Фокус. Ага. Так. Где найти этот провод, которому запитывать это все? Его можно найти от катушки зажигания. У меня он находился... Так, так, так. Он шел прямо через вот это отверстие, где гидрокорректор фар идет. Коричневый проводок. Идет он, по-моему, от экономайзера. У меня машина карбюраторная. То есть, прямо от него. Сейчас найдем его. Сейчас найдем. Эх, бля. Так. Не тот проводок. Это тоже не тот. Вот он. Вот такой коричневый провод у меня шел. Но на старое. Получается, проводку шел. Его отрезал, чтобы его вынимать можно было. В принципе, вы без него, без устранения этого провода, старую проводку не достанете. Вот у меня тут скруточка. Паять я ничего не стал, потому что я долбоев. Так. Что дальше? Что дальше? Так. Нужно будет дать скорость и купить. Шесть импульсов наоборот, получается. Его протягиваем прямо, получается, там, где у нас раньше стросик стоял. Прямо из коробки. Ведем сюда в салон. У вас будет приходить три провода. Один сигнал, второе, два, минус и плюс. Вот у меня они идут. Вот этот вот я акустический провод взял. И сигнал у меня черный провод. Его мы будем, черный провод, садить вот сюда вот. Получается, красная колодка. Вот этот вот контакт. Второй, получается. Ну, третий, если это читать. Вот он. Получается, тут из него выходят два провода. Вот этот вот на понос похожий. А второй у нас, получается, был какой? По-моему, серый должен быть. Типа серого, короче. Вот такого провода. Серый провод обрубаем. На желтенький, такой, дристопоносный, мы запитываем как раз спидометр. Сигнал спидометра. Так. Так, так, так. Ну, что, в принципе, больше проблем-то и не будет. Особых. Там еще нужно будет помудить с работой вентилятора. Ну, в принципе, в интернете есть несколько вариантов это все исправить. И второе, датчик тормозухи. Там надо будет мун минус, прям, который от бачка идет, перекинуть на плюс. Плюс нужно будет взять от заднего входа, от плюсового провода заднего хода. Он на коробку крепится. Там также на этот провод как раз и работа вентилятора будет через релюху подаваться. Вот так вот. В принципе, все работать будет. Все, как этот, виномарки будут, блядь. Не эта девяташная, блядь, панель, которая везде гремит, стучит. В принципе, будете довольны. Все, тогда я заканчиваю наш разговор. Всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok